Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяны Блинковой в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Поступило заявление главы города Андрея Михайловича Береснева с прошением о прекращении его полномочия. На 34-й внеочередной сессии городского совета депутатов большинством голосов приняли отставку Андрея Береснева по собственному желанию. Если этот мост развалится, тут ни машина не может проехать сюда, ни заехать, ни скорая помощь. Мост через реку Тарайка преобразится. Подрядчик приступил к строительству временной переправы. Отличная новость для дачников и садоводов. Канск снова посетила красноярский питомник, сибирские саженцы. Мечтаете посадить на своем участке какую-либо плодово-ягодную культуру? Расскажем, где приобрести саженец. И теперь обо всем подробнее. В администрации состоялась 34-я внеочередная сессия Каннского городского совета депутатов 6-го созыва. В повестке стоял всего один вопрос. Какой, расскажет Кристина Кущ. 25 апреля 2024 года в Каннский городской совет депутатов поступило заявление главы города Андрея Михайловича Береснева с прошением о прекращении его полномочия в должности главы города Каннска в связи с отставкой по собственному желанию. Всего один вопрос, который стоял в повестке, касался отставки Андрея Береснева с поста главы города по собственному желанию. Еще 25 апреля Андрей Михайлович обратился с заявлением в горсовет, пожелав сложить свои полномочия. Сегодня в рамках сессии депутаты поблагодарили уже экс-городоначальника за всю его работу, проделанную во благо нашего города. Все вопросы, которые возникали в городском совете ветеранов, они решались, притом решались успешно. Сегодня я хотел сказать Андрею Михайловичу слова благодарности. Андрей Михайлович, спасибо за работу. Я думаю, на этом жизнь не заканчивается. Такие люди, они всегда где-то будут нужны. И нужно отдать человеку должное за то, что он на такой расстрельной должности второй раз избирался и сделал очень-то много. Не критикуют только того, у кого кто не работает. Критика всегда, если что-то, есть что критиковать, значит, есть что-то, что-то делается, что-то работает. Работа идет. Поэтому мы бы тоже хотели со своей стороны выразить признательность. Не могу не отметить ту работу, которая проводилась администрацией города Каннска на протяжении этих 5 лет и лично Андреем Михайловичем. Эта работа была довольно-таки конструктивная. Построены были взаимоотношения и с краевой властью, и с Каннским городским советом прошлого созыва, и в том числе нового созыва. И вот Андрей Михайлович правильно сказал, многие моменты, многие объекты в городе были сделаны под его руководством, под его начинанием. Это и Ледовый дворец, и то же самое благоустройство. Я знаю, как они курировались, как они выбивались, потому что не с первого раза мы и выигрывали в конкурсах, и заходили. Андрей Михайлович и в Москву летал, и договаривался. То есть помогал. При его участии надо отдать должное, и спасибо эти объекты. Город нас побеждал в этих конкурсах. В свою очередь бывший градоначальник также поблагодарил коллег за совместный нелегкий труд, осуществленный на протяжении всех 5 лет, и жителей, которые принимали непосредственное участие в проектах, касающихся благоустройства Каннска. Спасибо и жителям города за их вовлечение в жизнь города. Это и голосование, это и форумы, это и открытые площадки. Спасибо. Спасибо вам, что всегда находили компромисс, принимали решения о записи всех 5 лет. Ну и спасибо, конечно, и правительству края. Деньги на прошлое время уделялись достаточно. Мы их осваивали. Спасибо администрации Красноярского края. Большинством голосов депутаты Каннского городского совета приняли решение главы покинуть пост. Лишь Олег Леконцев проголосовал против. В итоге отставка Андрея Береснева по собственному желанию была принята. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал. К другим темам. Педагога одной из каннских школ приговорили к обязательным работам за применение физической силы к учащимся. Напомним, произошло все в январе прошлого года. Из-за мелкой шалости педагог взяла ученика третьего класса за воротник, вывела к доске и при всем классе ударила ладонью по лицу, сопровождая действия оскорблениями. Произошедшее попало на видео, и делом тут же занялись правоохранители. Выяснилось, что учительница не раз прикладывала руку к учащимся. Так, за несколько месяцев до инцидента она протащила по классу за ухо тридцатиклассника, чтобы его успокоить. После под руку школьного психолога попал 11-летний мальчик. Его учительница ударила лбом о парту. Жертвой жестокого воспитания стал еще один ученик четвертого класса. В него горе-педагог бросила пенал с письменными принадлежностями внутри. Кроме того, одного из подопечных виновная толкнула в плечо, отчего последний упал на стулья за партой и ударился грудной клеткой. Из всех пострадавших только родители одного мальчика написали заявление в полицию. Как раз того, который попал на кадры видеозаписи. По иску прокуратуры в пользу пострадавшего с учительницей взыскали компенсацию морального вреда 25 тысяч рублей. Кроме того, женщину приговорили к 250 часам обязательных работ. Директора школы привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В районе Гавани приступили к подготовительным работам по реконструкции моста через реку Тарайка. Подробности в следующем материале. На данный момент в районе единственной переправы, ведущей в район Гавани и острова Восточный, ведутся работы по строительству временного переезда через реку Тарайка. Рабочие уже отсыпали берег скальником. Вскоре здесь появятся две ЖД-платформы, по которым и будут передвигаться жители до своих домовладений, пока не реконструирует их постоянный мост. Те, кто много лет проживает в данном районе, в один голос твердят. Этому мосту уже давно нужна была реконструкция. Частичных ремонтов хватало лишь на один сезон. Вы представьте себе, это остров, который отрезан абсолютно вообще от общества получается. Если этот мост развалится, тут ни машина не может проехать сюда, ни заехать, ни скорая помощь. А мост в каком состоянии вы сами прекрасно видите. Его уже лет 20, наверное, как делать надо. Делали два раза. На год хватает сезон. Зима проходит, и по весне, летом он разваливается опять. Несколько лет и жители, и власти добивались выделения средств на реконструкцию этой переправы. И вот в этом году стало известно о выделении большой суммы денег. Об этом на одной из прошлых комиссий городского совета депутатов сообщил заместитель главы Канска по вопросам жизнеобеспечения Роман Крупский. Капитальный ремонт мост через Тарайку. Муниципальный контракт заключен. Два этапа, еще раз напомню, общая сумма чуть более 163 миллионов рублей, 100 миллионов в 24-й год, 63 миллиона в 25-й год. За два года подрядчику предстоит проделать большую работу, строительство временной переправы, демонтаж старого моста и, наконец, строительство нового. А жителям остается лишь ждать, пока в их район проезд станет безопасным и доступным. Татьяна Плинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, Пятый канал. Сразу после небольшой рекламы покажем блок коротких новостей, а также расскажем другую полезную информацию. Оставайтесь на пятом. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропал. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от Реон Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. Где купить слуховой аппарат? В медицинском центре «Доктор Слухов». Здесь бесплатно проверят слух и подберут слуховой аппарат. Выездной прием в Канске 31 мая. Запись по телефону 8 391 215 1541. Вам нужно постирать ковер? Обратитесь в компанию «Эко Хоум». Круглый год в любой сезон проводится комплексная чистка ковров на профессиональном оборудовании. Выбивальный станок избавит от пыли и песка изделия любой длины. Ковромоечный отмоет любую грязь на натуральном или синтетическом ворсе гипоаллергенным средством. А центрифуга максимально бережно отожмет. Конечный пункт – сушильная камера. «Эко Хоум». Профессиональная чистка ковров, пледов, одеял. Звоните 8 913 596 4836. Весна пришла. Готовим технику. Готовимся к посевной компании. Трактор-деталь. Новое поступление с запчастей для тракторов и спецтехники. Качество, лояльные цены, оперативность. Поможем в выборе продукции, дадим консультацию по любому вопросу. Выполним доставку на дом. Название магазина запомнили? Да, трактор-деталь. Магазин «Трактор-деталь». Красноярский полицейский задержали жителя Ангарска, который привез в край 5 килограммов синтетического наркотика. При досмотре его автомобиля в корпусе, размещенного в багажнике сабвуфера, полицейские нашли два полимерных пакета с наркотическим средством общей массой более 1 килограмма. В ходе дальнейшей работы задержанным удалось установить местонахождение нескольких тайников с аналогичной синтетикой общей массой около 4 килограммов. Злоумышленник успел оборудовать возле поселка Березовка. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей. Житель Енисейска спас 9-летнего мальчика от гибели и получил благодарность от сотрудников полиции. Все произошло 4 мая. Ребенок играл на берегу реки Мельничная и, оступившись, упал в воду. В это время мужчина находился неподалеку. Он услышал крики о помощи и без раздумий бросился на помощь. Пока мужчина вытаскивал школьника из ледяной воды, очевидцы вызвали медиков. Енисеец передал ребенка врачам, которые оказали пострадавшему квалифицированную помощь. В поселке Устьмана мужчина напал на продавщицу с ножом ради бутылки пива. Злоумышленник вошел в торговый зал и стал требовать, чтобы женщина принесла ему алкоголь. Желая получить бутылку, он достал нож, воткнул его в прилавок и начал угрожать продавщице. Сотрудница магазина испугалась за свою жизнь и передала незнакомцу Тару с напитком. После чего мужчина открыл бутылку зубами и вышел на улицу. Женщина обратилась за помощью к полицейским. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Красноярский питомник Сибирские саженцы уже давно завоевал доверие и полюбился жителям Каннска. Именно по этой причине выставка снова работает в нашем городе. Отличная новость для дачников и садоводов. Каннск снова посетила Красноярский питомник Сибирские саженцы. Успейте приобрести растения или же цветы для вашего огорода. Настоящие дачники и садоводы знают толк выставки Красноярского питомника Сибирские саженцы. Ведь именно она поможет превратить обычный огород в красивый и вкусный сад. Те, кто однажды купил здесь растения, раз за разом посещают выставку. А новички приходят из-за положительных отзывов знакомых садоводов. Так, эта окулировка ведется в Красноярском крае. Саженцы ведутся по всей области. Морозостойкие. Морозостойкие. Груши, яблони. Более двухсот видов это и декоративные растения, цветы и плодово-ягодные культуры представлены на выставке Красноярского питомника Сибирские саженцы. Кроме того, как всегда, вас порадует обновление ассортимента. Новиночка заветная. Яблочко идет крупное, сладкое, ароматное. Корень очень хороший, идет привитая, морозостойчивая. Также в этом году уже будет плода носить. Но и это не все. Еще одна из новиночек покорит своим сочным вкусом вас и ваших родных. Шарафуга. Идет слива с крышечным с перцем и абрикосом. Она очень морозостойчивая, неприхотливая. Уже на следующий год будет первый урожай. Хорошо приживается. Да. Все саженцы морозостойкие, неприхотливые в уходе и устойчивые к заболеваниям. Закрытая корневая система дает стопроцентную гарантию приживаемости растений. А двухлетний возраст обеспечит урожай уже в этом году. Красноярский питомник «Сибирские саженцы» расположился на центральном рынке по адресу Московская, 84. Продлится выставка до 19 мая. Каннский библиотечный колледж объявляет набор абитуриентов на специальности библиотека ведения и социально-культурная деятельность на базе 9-11 классов по очной и заочной формам обучения. Стать настоящим специалистом в сфере культуры легко вместе с библиотечным. Телефон для связи 3-14-42. И в завершении выпуска о новостях спорта. Каннские тэквондисты вернулись из Бердска с наградами. Там проходили региональные соревнования по тэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 2008-2009 годов рождения. В рамках отбора на восьмые международные спортивные игры «Дети Азии». В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из Омской области, Новосибирской области, Кемеровской, Кузбасс, Алтайского края, Республики Хакасия и Красноярского края. В честь нашего города в составе сборной команды Красноярского края защищали 4 воспитанника Каннской федерации тэквондо. По итогам выступления ребятам удалось завоевать одно золото и одно серебро. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Все в одном месте? А разве такое возможно? С магазином «Рассвет» возможно все. У нас огромный ассортимент товаров для вашего сада, дома и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур, лук-севок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства от вредителей, кассеты, пластиковые и торфяные горшки, ящики для рассады. Полезным магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все, от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка, большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих теплый пол, маты и коллекторная группа, фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. У нас приемлемые цены и специальные бонусные программы. Также действует рассрочка на 3 месяца. Город Канск, район поселка Рассвет, улица Центральная, труд, дом 1. МВД предупреждает. Это мошенники. Телефонные аферисты придумали новую схему обмана. Они заставляют своих жертв прятаться, а затем требуют выкупу их близких. Как это работает? Здравствуйте, это Мария Петровна? Да, а кто говорит? Старший следователь Зуйков. К нам поступила информация, что за вами следят преступники. Боже мой, ну зачем? Планируют похищение, чтобы завладеть вашей квартирой. Как же так? Что же мне делать? Слушайте внимательно. Мы идем по следу преступников. С вашей помощью мы их обезвредим. Но у нас очень мало времени. Никому не сообщайте о нашем разговоре. А дочери можно? Я же сказал, никому. Соберите вещи на 3 дня и отправляйтесь в безопасное место, которое я вам назову. По пути избавьтесь от телефона. Купите в магазине новый аппарат, новую сим-карту и перезвоните мне. И что же будет дальше? Аферисты заселят жертву в модель, убедят несколько дней ни с кем не вступать в контакт, якобы пока преступники не будут пойманы. А в это время... Это Наталья Сергеевна? Да. Ваша мать находится у нас. Если хотите получить ее живой, заплатите 2 миллиона рублей. Будьте бдительны. Это новый вид телефонных мошенничеств. Так называемое похищение. Преступная многоходовка, когда обманывают сразу двоих. Одного убеждают спрятаться, а другого, что его родственник похищен. Кто в зоне риска? На удочку преступников может попасть любой. Но самая уязвимая категория потенциальных жертв – пожилые люди. Запомните. Задача аферистов – напугать, заставить человека действовать вопреки здравому смыслу, руководствоваться эмоциями, самое сильное из которых – страх. Что делать? Не доверяйте телефонным незнакомцам, кем бы они ни представились. Никогда не следуйте инструкциям, неизвестных полученным по телефону. Позвоните близким и расскажите о случившемся. Именно они чаще всего ломают планы глумышленников. Не становитесь легкой жертвой аферистов. Если боитесь, что близкого человека похитили, немедленно звоните в полицию. МВД предупреждает – это мошенники. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. Редактор субтитров А.Семкин